Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги! Позвольте представиться. Меня зовут Новак Вероника Владимировна. Я врач-акушер-гинеколог, аспирант кафедры акушерства и гинекологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечников. Тема моего выступления – анализ микро-РНК и утопического эндометрия как перспективный метод диагностики аденомиоза. Эндометриоз – доброкачественное, дисгормональное, генетически детерминированное, иммуноопоследованное заболевание, характеризующееся распространением и полиферацией тканей, сходной по структуре и функции эндометрию, за пределами границ нормальной локализации слизистой оболочки тела матки. Эндометриоз – широко распространенное заболевание у женщин репродуктивного возраста. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире примерно 176 миллионов женщин в основном репродуктивного возраста, то есть каждая десятая страдает эндометриозом. По данным некоторых авторов, эндометриоз наблюдается в среднем у 35-44% женщин с первичным и вторичным бесплодием. Также эндометриоз обнаруживается у 80% женщин с синдромом хронических тазовых болей. И средний возраст появления жалоб в среднем составляет 25-29 лет. Существует множество подходов к клинической классификации эндометриоидной болезни по происхождению, по глубине поражения, по анатомическим проявлениям, по морфо-функциональным особенностям и этиопатогенезу, по анатомическим характеристикам и необходимому объему вмешательства. Аденомиоз, согласно международной классификации болезней МКБ-10, это внутренний эндометриоз матки, выделяет несколько стадий внутреннего эндометриоза. Первая стадия. Патологический процесс ограничен слизистой оболочкой тела матки. Вторая стадия. Патологический процесс переходит на мышечные слои. Третья стадия. Распространение патологического процесса на всю толщу мышечной оболочки матки до ее сирозного покрова. Четвертая стадия. Вовлечение в патологический процесс помимо матки, приэтальной брюши на малого таза и соседних органов. Аденомиоз может быть диффузным, очаговым, узловым и кистозным. Характерное отличие узловой формы аденомиоза от миомы матки – отсутствие капсул и четких границ. В настоящее время нет одной предпринятой теории появления эндометриоидных очагов – кетеротопии. Существует несколько теорий. К ним относятся эмбриональная, метапластическая и имплантационная. О последней я расскажу подробнее. В норме у женщин у подавляющего числа есть ретроградный заброс отторгаемого эпителия в менструальной крови во время менструации. При этом перитениальные макрофаги активно уничтожают клетки эндометрии. Клетки эндометрии перед отторжением входят в необратимую фазу апоптоза У женщин, склонных к эндометриозу, эндометрия обладает повышенной способностью к адгезии и инвазии. Вторую фазу менструального цикла – апоптоз неполноценный. Гены, контролирующие апоптоз, так называемые БАКС и БЦЛ-2, включаются либо поздно, либо не полностью. Также у больных эндометриозом больше клеток эндометрия находится в обратимой стадии апоптоза. У женщин, страдающих эндометриозом, уменьшается функциональная активность в макрофагах, снижается бакоцитарная активность в макрофагах и повышается их цитотоксичность. Все эти факторы приводят к тому, что менструальная кровь поступает в брюшную полость. В норме перитониальные макрофаги уничтожают клетки отторгающейся эндометрии, а при эндометриозе происходит адгезия, инвазия и пролиферация клеток эндометрия. Затем увеличивается экспрессия сосудистого и деталиального фактора и фактора роста нервов, что приводит к неоваскулиризации и иннервации отчега гидротопии. Этот эндометрий ведется как обычный. В нем происходит пролиферация, секреция, дискламация. Он реагирует на гормональные сигналы, имеет рецепторы. И во время очередной менструации происходит дискламация, и клетки эндометрия с повышенной адгезийной способностью снова попадают в брюшную полость. Образуются новые очаги гидротопии, то есть замкнутый круг. Такие же процессы происходят в яичниках, в шейке матки, в слоях тела матки и различных экстрагенитальных локализациях. Эндометриоз является хроническим, прогрессирующим и или рецидивирующим заболеванием у женщин репродуктивного возраста. Заболевание проявляется болями, дезменореей, при этом вежу чаще менометрагии, то есть обильные и длительные менструации со сгустками, приводящие к анимизации больных, и бесплодием. Социальная значимость проблемы обусловлена достоверно высокой частотой бесплодия, самопроизвольных абортов и преждевременных родов. Диагностика эндометриоза является нетривиальной клинической задачей. Анализ жалоб пациентки позволяет лишь предположить наличие заболевания. Диагностическая информативность бимануального гинекологического исследования или эндоскопических методов зависит от локализации процесса и квалификации гинеколога. Несмотря на известный субъективизм при интерпретации хограмм, ультразвуковое исследование признается одним из наиболее информативных методов исследования. Диагностика эндометриоза, позволяющая установить правильный диагноз в среднем 88-96% случаев, в зависимости от формы и распространенности процесса. Диагностическая эффективность спиральной компьютерной томографии и МРТ также достаточно высока, но не абсолютна. С учетом факторов доступности и стоимости, широкое применение этих методов затруднено. В клинической практике диагностики эндометриоза, визуальный осмотр малого таза и брюшной полости в ходе лапароскопии является золотым стандартом. В данном слайде представлена эхограмма с двусторонними эндометриозными кистами яичников. На правом рисунке представлены очаги эндометриоза на слизистой оболочке электросигмоидального и дистального отдела кишечника при лапароскопии. Гистологическая верификация эндометриоза, если ее выполнение возможно, является обязательной. Положительные результаты гистологического исследования подтверждают наличие заболевания, но отрицательный ответ не исключает существование эндометриоза. Таким образом, верификация диагноза требует применения различных инвазивных и дорогостоящих методов и не всегда эффективна. Поэтому разработка и внедрение в клиническую практику новых, более эффективных методов диагностики эндометриоза является актуальной научной задачей. На слайде представлено слева эндометриоза левого яичника, который спален с левой широкой связкой, кишечником и сальником. На правом рисунке гистологический препарат. Характерная ячейскость при аденомиозе в сочетании с миоматозными узлами, с капсулой. В настоящее время по всему миру проводятся исследования по анализу утопического эпителия и поиска методов его исследования. Одно из таких исследований представлено на слайде. Авторы данного исследования на небольшой выборке здоровых доноров и больных аденомиозом провели анализ эутопического эндометрия и количество РНК в образцах. На данном слайде представлен анализ эутопического эндометрия, проведенный с помощью другой методики. Sequencing method. В данном исследовании являют обраны образцы у 20 здоровых доноров и 23 больных, страдающих эндометриозом. По результатам анализа было выявлено 5 генов, отличающихся в группе больных эндометриозом и здоровых доноров. Эти гены представлены на слайде. На данном слайде представлен список опубликованных работ по микро-РНК в эутопическом эндометрии, что подтверждает значимость данных молекул диагностики эндометриоидной болезни. На следующем слайде представлена работа по анализу экспрессии 11 микро-РНК в эндометрии, больных эндометриозом и здоровых доноров, позволяющих отчетливо дифференцировать эти два состояния. Данные микро-РНК изображены на слайде. На слайде представлено проведенное нами исследование на базе Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Петрова. Нами были отобраны образцы эндометрия, полученные с помощью пайпельбиопсии у здоровых доноров и больных аденомиозом. Выполнен профайлинг 170 молекул микро-РНК, выделенных из образцов эндометрия здоровых и больных женщин. Далее отобраны молекулы с различным уровнем экспрессии в индивидуальных образцах каждой группы и выявлены пары микро-РНК с разнонаправленными изменениями экспрессионной активности у больных аденомиозом в сравнении со здоровыми. Слайд демонстрирует результаты профайлинга 170 микро-РНК во всех забранных образцах эндометрия. Из всего пула были отобраны 9 микро-РНК для дальнейшего исследования. Использованный метод математический прием логарифма на основании двух. Черным цветом показаны больные аденомиозом, белым цветом здоровые доноры. В таблице продемонстрированы результаты определения 9 молекул микро-РНК отобранных в результате профайлинга в индивидуальных образцах из групп здоровых и больных аденомиозом. Сравнение этих групп и выявление статистической значимой разницы отдельных микро-РНК в каждой группе больных, страдающих аденомиозом и здоровых доноров. На данном слайде показаны те же данные и получены с помощью другой методики поиска рецепротных пар. Таким образом, нами был проведен урок-анализ и на рисунке продемонстрированы наиболее диагностически значимые микро-РНК рецепрокные пары и их экспрессионная активность при аденомиозе. В таблице представлены данные по оценке параметров диагностической значимости полученных показателей, посчитаны их чувствительность и специфичность. Таким образом, наши выводы. Гистологические и биохимические параметры эутопического эндометрия отражают факт наличия эктопических очагов. Микро-РНК является перспективным диагностическим маркером аденомиоза и разработка и внедрение в клиническую практику тест-систем на основании анализа микро-РНК требует поиска и определения маркированных молекул и разработки методов интерпретации экспрессионных данных. Оценка соотношения концентраций микро-РНК с разнонаправленными аденомиоз-ассоциированными экспрессионными изменениями является перспективным методом анализа. Отношения представленных на слайде микро-РНК имеют высокий диагностический потенциал при эндометриоидной болезни. На этом я подошла к концу презентации. Боюсь, у меня нет времени вдаваться в подробности, но если вам нужна дополнительная информация по теме моего выступления, буду рада ответить на ваши вопросы по почте. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...